В прошлом видео мы рассмотрели, как отцовский сперматозоид и материнская яйцеклетка сливаются, образуя зиготу, которая дальше, в процессе деления, превращается во взрослый организм. Но как это происходит? Как мы уже говорили, зигота содержит диплоидное количество хромосом. В общем случае, оно обозначается 2N, буквой N обозначается гаплоидное число, а 2N – диплоидное число. У людей N равно 23, а 2N, соответственно, 46 хромосомам. И что происходит дальше? А дальше в процессе метоза зигота начнет делиться. Мы еще подробно рассмотрим, как устроен метоз. После первого, так сказать, раунда метоза зигота разделится на две клетки. Я, как всегда, рисую очень схематично и не соблюдаю масштаб. И я не буду перерисовывать все пары хромосом. Вместо этого я просто подпишу, что в ядре каждой из этих клеток содержится по 2N хромосом – диплоидное число. Метоз – это процесс создания точной копии оригинальной клетки. Он гарантирует, что каждая новая клетка наследует полный набор хромосом от изначальной клетки. Дальше этот процесс повторится. Каждая из этих двух клеток снова разделится на точные копии. Теперь у нас будут четыре клетки с одинаковым и полным набором хромосом. У каждой из получившихся клеток будет диплоидное количество хромосом – 2N. Для человека это 46. И этот процесс будет продолжаться и дальше. Я нарисую многоточие. Оно означает, что клетка разделилась много раз. И в конце концов эти клетки размножатся в тысячи разных клеток, а впоследствии – миллионы и десятки миллионов. Давайте я нарисую их очень сильно уменьшенными. Здесь очень-очень много клеток, и в каждой из этих клеток содержится диплоидное количество хромосом – по 46 в каждой, то есть по 23 пары гомологичных хромосом. Вот такой получился большой шар из клеток. И дальше некоторые из этих клеток начнут формировать человека. Например, вот эти клетки будут делиться дальше, и они в конце концов образуют клетки мозга. А вот эти клетки при дальнейшем делении превратятся в клетки сердца. Вот из этих клеток могут образоваться легкие, и в процессе дальнейшего метоза все это в конце концов превратится в человека. Так я обозначил дальнейший процесс метоза. И сейчас я изо всех сил постараюсь изобразить человека. Это не лучшая моя картина, но основную идею, надеюсь, мне удалось донести. То есть вот это скопление клеток в итоге превратилось в человека. Розовые клетки дифференцировались в клетки мозга. Вот из этих клеток образуются легкие. В действительности клетки очень малы, и вы на рисунке их не увидите. Вот эти клетки развились в клетке сердца. И здесь нужно упомянуть одну особенность. Большая часть отмеченных мной клеток появилась в процессе метоза. Это, так называемые, соматические клетки. Клетки тела, формирующие ваш организм. Все вот эти клетки, о которых я упомянул, клетки сердца, легких, мозга, это все соматические клетки, клетки организма. И тут вы, наверное, спросите, а как же тогда получаются клетки с гаплоидным набором хромосом? Если, например, будет мальчик, то откуда берутся его половые клетки, сперматозоиды? А если речь идет о девочке, то откуда берутся яйцеклетки с гаплоидным набором хромосом? Дело в том, что некоторые из этих клеток дифференцируются в так называемые первичные половые клетки – гоноциты. Вернее, в первую очередь из них создадутся гонады – половые железы. У женщин гонады – это яичники, а у мужчин гонады – это семенники. И в этих гонадах, то есть в железах, как раз находятся гоноциты – первичные половые клетки. Они дифференцировались из соматических клеток. Давайте подпишем. В яичниках и семенниках у нас находятся гоноциты. И вот эти гоноциты в процессе миоза образуют гометы. У женщин они образуют яйцеклетки, у мужчин они образуют сперматозоиды. И тут возникает очень интересный вопрос. В биологии важную роль играют мутации и естественный отбор, поэтому важно понимать, как именно мутации влияют на вас и на ваших потомков. Если у человека соматические клетки мутировали, например, возникла мутация в клетках кожи, мозга или сердца, то это никак не повлияет на его детей. Исключением будут разве что раковые клетки, которые не дадут дожить до половозрелого возраста. Но во всех остальных случаях мутации в соматических клетках никак не повлияют на потомков и на передаваемую родителями ДНК. То, что родители передадут своим детям зависит от процессов, происходящих в гометах. Если мутация возникла в процессе дифференцировки клеток в гометы, то есть, например, где-то на этом этапе и дальше сохранилась и попала в гоноциты, тогда в процессе миоза возникнет сперматозоид, несущий в себе эту мутацию. И вот тогда возникнет вероятность, что она достанется детям. Причем эта вероятность не стопроцентная, поскольку не обязательно все сперматозоиды окажутся носителями этой мутации. Возможно, всего несколько клеток из всех двух-трех сотен миллионов сперматозоидов окажутся мутировавшими. И если эта мутация ухудшает функционирование сперматозоида, скажем, он будет слабее, медленнее двигаться, хуже сливаться с яйцеклеткой, тогда такие сперматозоиды могут совсем не передать свою мутацию потомкам. Итак, мутации могут передаться детям только в том случае, если они возникнут, на этапе дифференцировки клеток в гометы. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим.